Здравствуйте, это Украина ФТВ и мы продолжаем наши прямые эфиры. Я хочу напомнить, что спонсор канала «Торговая марка Гейтин» и медицинский центр «Призма». Сегодня Путин и вся его банда обстреливают всю Украину, обстреливают очень активно центр Киева, поэтому, если случайно наше интервью прервется, не волнуйтесь, значит, пропало что-то из трех, либо свет, либо что там, интернет, ну, либо просто там, не знаю, мы с гостем решили пойти выпить кофе, поэтому Ярослав Романчук сегодня с нами на связи. Ярослав, доброе утро. Доброе утро. Сегодня, к сожалению, не только по правому, но и по левому берегу, поэтому когда тут рядом падает так, что громыхает все и звенит вокруг, да, ощущение такое, что хочется просто двумя руками задушить того человека, который принимает такие решения и разрушить его лежбище в самой центре Москвы. Ну, я вам хочу сказать, уже теперь не двумя, а если учесть меня, то четырьмя, наверное, поэтому... Но я все-таки напомню, что Ярослав руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов, а то как-то я даже забыла об этом сказать, что у меня немного стыдно. Ярослав, доброе утро. Доброе утро. Справедливости ради я хочу сказать, что я предлагала Ярославу отменить интервью, если он идет в укрытие, но он сказал, что мы делаем интервью, поэтому продолжаем, да. Да. Итак, у нас есть вопрос от нашего зрителя Андрея Наземцева, который является создателем хорошей компании «Нацбурча Хлиб». Но поскольку это несколько такой теоретический вопрос, наверное, да, как вы думаете, может быть, мы его немножко во вторую часть отодвинем? Да, конечно. На самом деле вот эти теоретические вопросы, их легче всего разъяснять на практических примерах. А практических аспектов экономической политики сейчас очень много, поэтому я думаю, что как раз мы где-нибудь вплетем ответ на этот вопрос для того, чтобы наш уважаемый зритель, наш уважаемый член нашей команды, сторонников свободы, понял ответ на этот вопрос. Вот, ну тогда, значит, начинаем. Давайте, наверное, начнем с того, что серьезные экономические изменения происходят в Украине, на что, честно говоря, некоторые политики смотрят с восторгом, многие представители бизнеса жалуются. Давайте начнем, наверное, с изменения главы Национального банка. Вот я не знаю, насколько тут в консенсусе находятся и представители бизнеса, и политики, и власть, и экономисты. Вот новые задачи перед новым главой Национального банка, или, может быть, эти задачи по-прежнему остаются старыми. И изменение кандидатуры во главе Национального банка, насколько оно меняет стратегию поведения Национального банка? Потому что, по большому счету, идея была в том, что Национальный банк должен быть независим. Не знаю, насколько он может быть независим в военное время, конечно, но, наконец-то, я замолкаю, Ярослав. Спасибо большое, столько много вопросов. Действительно, я очень хотел бы, чтобы в экономической политике Украины наконец-то наступили некие радикальные изменения, но, к сожалению, любое кадровое назначение нельзя представить как изменение экономической политики, о котором кто-то радуется, кто-то не радуется. Поэтому я сравниваю, например, процедуры назначения главу Национального банка, например, Польши, Англии, Европейского центрального банка, ФРС. То есть, грубо говоря, как проходит это назначение, чтобы люди понимали, кто будет управлять деньгами, финансовой системой, монетарной политикой в целом, тем более во время войны. И тут нужно действительно очень хорошее знание, профессионализм. И я пытался найти многие, прорыл все сайты, источники, спрашивал людей относительно нового кандидата на пост главы Национального банка Украины. Знаете, я все нашел. Политик, член какого-то политического движения, глава Ощадбанка, даже человек, который в каком-то юмористической программе был. То есть, все, что угодно мне сказали. Говорю, слушайте, а он монетарист, он сторонник количественной дёре денег, он кинстианский политику будет проводить. Вот как понять, чего от человека ждать? Потому что мы же, например, если с вами назначаем какого-нибудь главного архитектора города Киева или страны, то мы имеем портфолио, мы имеем его заказы, мы имеем его работы. И можем сказать, да, вот у человека такое представление об архитектуре, значит, мы можем предполагать, это вот подходит для отдельно взятого города Киева или Украины или нет. То же самое касается любой другой специальности. Потому что здесь, вот знаете, там есть специальная школа. Вот как, простите за мою любовь к футболу, я говорю, вот есть тренера, которые приверженцы являются атакующего футбола. Есть великий украинский тренер Бесков, который был другого, сторонник другой его концепции футбола. И вот здесь это вот как бы, ну, все понимают, о чём идёт речь. Сам формат, порядок процедуры назначения, тем более это было не на конкурсной основе в том плане, что у нас не было 2-3 представления о том, что делать с монетарной политикой, с макроэкономикой в целом. Можно, понятное дело, объяснить военным временем, но опять даже хотя бы на уровне подготовки решений нужно было это сделать иначе. И здесь, понимаете, у меня вот, я всегда вот желаю Андрею Пышному удачи в работе. Даже публично задал ему 10 вопросов. На мои, значит, читатели из моего фейсбук-страницы написали дополнительные вопросы, с которыми действительно очень важно согласиться. То есть для того, чтобы прояснить, да, что будет с денежной политикой, с экономической политикой в целом, нужно просто прояснить эти вопросы. Это не праздное любопытство отдельного учёного, экономиста или журналиста, да. Это для того, чтобы сформировать важнейшее ожидание в отношении того, что будет, да. То есть если, например, я думаю там о инвестициях, думаю о производстве, думаю о будущем, нужно понимать, в какой стране, в какой экономической среде я буду жить. Будет это среда, там, 30-50% инфляции, будет это среда, в которой всё запрещено, либо это будет что-то другое. Вот, поэтому я думаю, что в этой ситуации нужно просто чётко представлять себе, да, какие требования у нас предъявляются к Национальному банку. Да, Национальный банк должен быть независимым, но независимость даётся ему зачем? Для того, чтобы он выполнил важнейшую свою работу. А его работа – это стабильные деньги. Это развитый финансовый рынок. Это, значит, вклад в экономический рост. Это те параметры, которые позволяют нам говорить о развитом кредитном рынке. И, опять, мы смотрим на сегодняшний день, в каком состоянии находятся эти параметры при старом руководстве. То есть он самый независимый. Международный валютный фонд всегда подчёркивает, что нужно эту самую независимость сохранять. Но зачем? Инфляция, смотрим мы по прогнозу, 30-35% в этом году. В следующем году, вот буквально был принят бюджет на следующий год, инфляция там тоже записана 30%. Это очень серьёзная монетарная болезнь. С ней нужно справляться. И для того, чтобы с ней справиться, нужно чётко представлять, как глава Национального банка будет работать с денежной массой, с денежным предложением. Будет он и увеличивать, сокращать. Ну да, да. То есть это, грубо говоря, знаете, это вот когда, вот вспомните, был такой глава легендарной федеральной резервной системы, Алан Гринспан. Каждое его слово ловили там, интерпретировал весь мир, потому что от этого зависело там многие разные параметры, там и облигации, акции, там и спрос и всё прочее. Но человек до этого работал в серьёзных кругах, писал серьёзные научные работы. Или тот же Лешак Бальцерович был, которого назначили главой Национального банка после целого ряда работ в правительстве и в политике в том же чём-то числе. И человек чётко излагал своё видение. Мы знали, кто он по взглядам. И, в принципе, можно было ожидать, что он сделает. И Лешак Бальцерович, будучи каденцией главы Национального банка, сделал, на мой взгляд, одну из самых великолепных работ, будучи вот на этом посту, снизив инфляцию с двузначного числа до инфляции 0-2% в год. То есть это вот самый сложный период. Со 100 до 20 опустить – это вот одно. А вот когда вы опускаете его с 20 до 2, это, конечно, требует очень серьёзной работы, причём работы по согласованию с правительством, с министерством финансов. То есть это должно быть, знаете, научно выверенная работа, а в условиях войны делать его, с одной стороны, сложнее, с другой стороны, проще, потому что централизация управления проще. И тут многие лоббистские вот эти структуры, которые в мирное время есть, их легче, грубо говоря, заткнуть, чтобы они свои интересы шкурные просто оставили на второй план во имя того, чтобы сделать эту самую макроэкономическую стабильность. Так вот, мы взглядов на инфляцию Андрея Пышного не знаем. Мы не знаем, к какой он в школе относится, поэтому, грубо говоря, вот это одно из самых больших неизвестных, то есть фактор неопределённости. Он что будет делать? Например, вот сегодня мы с предыдущим главой Национального банка, мы видели, что он зашёл в такой, знаете, теоретический спор с Министерством финансов и Кабинетом министров относительно того, может ли, должен ли Национальный банк финансировать дефицит бюджета. Какова должна быть роль по поддержке экономики? И здесь вот, если бы Андрей Пышный сказал, повторяя совершенно такие классические хрестоматийные истины центральных банков, ведущих центральных банков мира, что главный вклад Национального банка в экономические росты и развитие – это ценовая стабильность, всё было бы понятно. С другой стороны, ещё простой вопрос, который я сейчас задаю и задаю всем, и в том числе руководству Национального банка, а что такое, с их точки зрения, ценовая стабильность? Потому что, если, например, вы знаете сейчас, что в ближайшее время будет повышение ставки рефинансирования ФРС, самоочередное, и Центральный банк Европы это будет делать, потому что инфляция 8, ставка рефинансирования 2-3%, это просто, это далеко не достаточно для того, чтобы победить инфляцию и загнать её. Опять-таки, в уровень, который считается ценовой стабильностью 2% годовых. В Украине я слышал такую достаточно экзотическую теорию относительно того, что инфляция может быть источником экономического роста. Вот, и опять-таки, я хотел бы очень узнать отношение Андрея Пышного именно к этой вот экзотике, да, потому что нигде ни в одном учебнике мира, ни в одной теоретической там основе, ни в одной монетарной конференции я не слышал, что инфляция 8-10% это благо для экономики, и её нужно поддерживать на этом уровне. Если он так считает, ну, опять-таки, желательно, чтобы он это объяснил со ссылками на некие научные труды или какие-нибудь другие работы. Опять мы этого не знаем. То есть мы, собственно, опять получили кота в мешке, которого порекомендовали нам, которого ввели на этот пост. Вот, и что дальше, мы не знаем. Потом, например, вот удивительное совпадение, да, 4 октября есть такая интересная организация, которая оценивает открытость финансовых рынков стран. 169 стран, да, это хорошая научная работа, там реально очень крутые ученые работают, они занимаются монетарной политикой, разного рода взаимодействиями, там научная работа есть. И вот они делают лет уже 15 этот рейтинг. Украина оказалась на 169 месте со 169 стран. То есть это... То есть на последнем месте, да? Да, ну там группа где-то 10 стран, последнее 169 место. Это дно. То есть операции по текущему счету платежного баланса, операции по капитальному счету платежного баланса в Украине самые-самые ограниченные в мире. И в ситуации, когда у нас внутри не хватает денег, не то что там, ну понятно, можно раздавать там деньги на поддержку штанов малого бизнеса, для создания рабочих мест никакого количества числа. Но 7 миллионов украинцев выехало, предприниматели, вот видите, у нас там Киев бомбят, Дребр бомбят, Запорожье бомбят. То есть ситуация явно неблагоприятная для того, чтобы говорить о каких-то серьезных там инвестиционных прорывах и проектах. И здесь нужно реально подходить с точки зрения управления рисками, не централизуя их, а наоборот, как бы сделая их индивидуальными, децентрализованными. И для этого и нужно уникальный новый монетарный режим. Как к нему относятся Андрей Пышин, традиционные старые все чены управляющего органа Национального банка мы не знаем. Потому что поменяли председателя, но все остальные там остались же, правильно? И даже если будут голосовать по каким-то вопросам, связанным с повышением ставки, с изменением норм резервирования, управления резервами, повышение или изменение режима регулирования валютного и финансового рынка, то голос одного Андрея Пышного, понятное дело, не будет решающим. Там же есть все те люди, которые были там и до этого. И поэтому, когда человек идет на работу, он понимает, какое, грубо говоря, хозяйство ему досталось. А хозяйство ему досталось, честно говоря, очень-очень неблагоприятно. Подчеркиваю, Украина 20 лет входит в топ-15 самых неблагополучных стран мира по инфляции. Это неуд Национальному банку, безотносительно того, кто был во главе. Скорее всего, знаете, такой теоретический провал. Провал, то есть непонимание сути природы, денег и монетарной политики в целом для обеспечения экономического роста и развития. Мы имеем последнее место в мире по финансовой открытости. Отсюда движение, очень серьезно затруднены движения перемещения капитала в страну, которая остро нуждается в этой самой валюте. Мы имеем порядка 50% черного, серого рынка, серой экономики, которая никуда не делась. И, наконец, мы имеем порядка 60% государства, а говорят, даже еще больше в банковской системе. То есть о государствлении, самоизоляция и крайне некачественные параметры монетарной политики. И вот это хозяйство досталось Андрею Пышному, уважаемому, для того, чтобы что-то с этим делать. И вопрос, что он будет этим делать, мы знаем, судя по тому, что мы знаем о нем. И вот единственное, что меня так немножко смущает, это юрист, хорошо, может быть, организатор, Джером Пауэлл тоже юрист, глава ФРС. Это нормально. Его диссертация называлась «О роли государственных банков в экономике Украины». То есть роль государственных банков или правовой статус – это одно. А должны ли они в этой ситуации занимать 60-70% экономики или нет? Кому они должны давать деньги? Какие должны быть взаимоотношения с правительством? А является Национальный банк источником какой-то доли эмиссий? И что нужно делать для того, чтобы в стране было больше денег, в конце концов? Все эти вопросы остаются открытыми. И опять-таки, что меня смущает, что вот, понятное дело, это еще только начало работы, но вот бюджет, проект бюджета, который был принят в первом чтении на следующий год, он, к сожалению, основан на том, что Национальный банк видится как источник, грубо говоря, халявских денег. Как источник эмиссионных денег, которые должны быть, потому что война. Но потому что война – это не аргумент. Напомню, когда закончилась Первая мировая война, Австро-Венгерская империя распалась. И вот тогда к Людей Гуфенмизису, тогда уже известному ученому, подошли руководители Австрии. Вот той остаток, да, и спросили, что делать для того, чтобы не впасть в гиперинфляцию и, собственно, вырвать быстро из кризиса. И он посоветовал сделать те вещи, вот, советы в отношении, прежде всего, управления денежной массой. То есть печатать деньги для экономики, которая находится в состоянии рецессии и под внешним серьезными факторами давления – это усугублять проблему. Знаете, это вот когда у вас там, значит, какая-нибудь серьезная хроническая болезнь, да, и вы решаете испустить кровь для того, чтобы помочь организму, да. Ну, это можно, конечно, там в ряде там древнеегипетских, может, каких-нибудь там рецептов, да. Но я думаю, что современные врачи просто у виска покрутятся, скажут, ну, ребята, ну, организму-то нужны ресурсы, силы, а ты его ослабляешь. Поэтому инфляция, валютные ограничения, запреты – это все те меры, которые ослабляют национальную экономику и не делают ее привлекательной для инвесторов. Это самое главное. Поэтому вот я бы очень хотел бы, чтобы новый руководитель Национального банка, как и, собственно, может быть, обновленный совет, да, учел те простые вещи, которые можно почерпнуть, открыв сайты ЕЦБ или ФРС. Стабильность, ценовая стабильность – это до 2% в год, и мы к этому стремимся. И заметьте, когда вот Джером Пауэлл сегодня повышает ставки рефинансирования, там, до конца года оно будет около 5%, а может, даже еще больше, да, то он говорит, мы признаем ошибки свои, мы сильные люди, мы ошиблись, мы понимаем. Я вот такого честного аудита своей работы Национальным банком не видел. И здесь нужно, опять-таки, опираться не только на внутренние силы, но также и на внешние силы, потому что даже Международный валютный фонд, Всемирный банк, Bank of International Settlements – это, ребята, очень-очень грамотные именно по технократическим вопросам. И здесь нужно просто, знаете, вот как приходит нейрохирург, делать какую-то операцию. От того, что там начальник гардероба или директор больницы, или управляющий Минздрава имеет какую-то точку зрения на специфику проведения операции, ну, знание этого человека, конкретного нейрохирурга, от этого не меняется. Можно сказать, спасибо большое за ваше знание, но я буду делать то, что нужно по науке. И вот я бы очень хотел, чтобы, в конце концов, Национальный банк Украины начал действовать по науке, которая четко понимает и полагает, что в этой ситуации нужно делать для стабилизации цен, и хотя бы для того, чтобы опустить цены в этом году, а тем более в следующем, меньше 10%. Ну, давайте тогда поговорим, насколько изменение главы Натбанка может повлиять на бюджет, который уже принят. Мы понимаем, что это военный бюджет, но много сейчас есть отзывов об этом бюджете. Как бы вы проектировали это? Знаете, вот я, когда делал свою программу «Экономика военного времени», я вообще предлагал бы президенту или Верховной Раде перейти от такого института, как закон о бюджете, просто к бюджетной ведомости. Бюджетная ведомость экономики. Да, да, да. Я просто скажу, что почему. Потому что закон невыполним, потому что мы не знаем многих-многих факторов, которые влияют на поступление в бюджет, на расходы бюджета. То есть мы знаем одно. Нужно 25% денег бюджета тратить на военные нужды. Это около 25 миллиардов долларов. То есть мы знаем четко, надо считать бюджет с другого конца. То есть ты сколько нужно на войну, сколько ты можешь потратить. 25 миллиардов долларов. Откуда их взять? Другой вопрос. Потом нужно столько на критическую инфраструктуру, столько нужно на полицию, на органы госуправления, на пенсии. Конечно же, если такие деньги еще есть, исходя из реальных возможностей. И вот когда вы сверстаете этот бюджет, у вас получается какая-то цифра. Я сверстал цифру, у меня получало где-то 45-48 миллиардов долларов на все про все. Все, больше денег нет. Поэтому тратить больше, это как бы себе дороже. Конечно, если вам дают бесплатные кредиты или дают дотации, мы еще не дошли до репарации, конечно, это хорошо. Но вы должны делать все для того, чтобы показать нашим западным партнерам, нашим кредиторам, нашим помощникам, что вы четко понимаете вызовы экономики военного времени. И не верстаете бюджет, исходя из благих намерений и хотелок и пожеланий. А вы серьезно относитесь к бюджету. Поэтому здесь бюджет, который нужен, какая разница армии. Там нужны конкретные деньги для того, чтобы покупать конкретные товары и платить нашим замечательным ВСУ. Но опять, если инфляция будет 30-40-50%, то это обнуление, мы забираем из кармана в наших военнослужащих, солдат, офицеров те же 30% в год. Потому что человек на фронте, он же не будет думать, блин, какую же мне финансовую валютную операцию провести, чтобы мне сэкономить эти 30% и не попасть под инфляционный налог. Потому что здесь нужно понимать, что борьба с инфляцией – это в том числе борьба за то, чтобы быть справедливыми и честными по отношению к нашим воинам. Тем людям, которые реально сейчас борются на фронтах и, дай бог, в этом, в следующем году победят эту расистскую нечисть. И здесь инфляция в этом плане, что военные на фронте, что пенсионеры, они одинаково подвержены инфляционному налогу. Поэтому чем больше инфляция, тем больше мы обманываем наших уважаемых бюджетников. Это очень понятное дело. Поэтому верстать бюджет, исходя с дефицита бюджета 25-30% ВВП и инфляции 30% в год, это безответственный документ, который не учитывает реальное состояние дел в экономике и реальное состояние рынка труда и производства. И здесь мы опять-таки возвращаемся к первоисточникам любой дисциплины, бюджетной, монетарной и всего. А, собственно, является ли бюджет тем документом, который стимулирует экономический рост и развитие, который создает понятные для предпринимателей, для производителей правила игры. Ответ нет. Маленькую ремарку, Ярослав. Вот вы сейчас очень правильно сказали, что какой главный вопрос к бюджету, но насколько это возможно в военное время? Именно, именно. Именно, Людмила. Поэтому, когда принимается бюджет на основе доходов до военного времени, то есть доходных инструментов, НДС, налог на прибыль, налог на заработную плату, налог на недвижимость, налог на то, налог на фонд заработка, на все. Это все налоговые базы до военного времени, которые были отчасти виноваты в том, что Украина является самой бедной страной Европы. Они не работают. Они не работали до военного времени. В военное время их размер посчитать невозможно. Потому что все, вот как вы представляете, вот как, что делать с теми платильщиками налогов, которые, наверное, попали под обстрел, или вывезли свое предприятие, или работники которых на фронте, или работники, работницы которых уехали за границу, потому что пережидают войну. Это гигантская дезрупция. То есть эта дезрупция, это, грубо говоря, слом тех трендов той структуры, которая была привычна. Что делает правительство, что делает Минфин? Он идет по наезженной старой колее, которой уже нет. Поэтому сказать, сколько будет НДСа, сколько будет акцизов, сколько будет того-сего, невозможно. Просто невозможно. Посадите сюда 10 Нобелевских лауреатов, Бальцировича, Андерса Ослунда, посадите еще каких-то великих экономистов. Они скажут, ну блин, это сделать невозможно. Потому что это ситуация войны. Поэтому что нужно сделать? Нужно поменять отношение к доходной части бюджета. То есть нужно ввести такие налоги, которые были бы простые, предсказуемые и понятные, и не искажали производство. И таких налогов, вот такой налог, на мой взгляд, только один. Это налог с розничных товаров, продаж товаров и услуг. То есть мы с вами, там 33 миллиона украинцев, которые остались в Украине, да? Мы ходим в магазины. Мы покупаем какие-то товары и услуги. И это самая предсказуемая база, которая есть, да? То есть мы ходим в магазины. Они могут сразу же автоматически отчислять, там, эти 15-20%. Все остальные налоги нужно заморозить, отменить на военное время. Потому что они, опять-таки, не потому что, там, мы сейчас ведем какие-то теоретические споры, а потому что они непредсказуемы, и администрирование технологов очень серьезно затрудняет вообще работу и жизнь предприятий, самих их производителей. А если у вас, например, вы знаете, что до войны 90% розничий товарооборот, да? То есть то, что покупали товары и услуги домашних хозяйств, составлял порядка 90% ВВП, да? То есть это цифра какая-то. Мы отнимаем от него, делаем корректировку на то, что там 7 миллионов украинцев уехало, понятное дело, их нету. И исходя из этого, исходя из поставки, там, я вот считал 20%, мы получаем порядка с этого налога из акцизов, которые, опять-таки, собираются очень легко. Что такое акциза? Акциза – это вот производство алкоголя, производство табака, производство или, там, импорт данной ситуации энергетических товаров. Это тоже предсказуемая база для расчета. Мы можем это высчитать. И вот если, например, мы, я посчитал, где-то мы при помощи вот этих налогов получаем порядка, там, 28-30 миллиардов долларов в год. 25-30 миллиардов долларов – это хватит для того, чтобы закрыть потребности армии внутренними источниками. И это очень ответственная политика, потому что мы говорим, друзья, у нас, видите, вот такая ситуация. Представить нашим партнерам. Нам нужно для того, чтобы заплатить пенсии, нам нужно на социалку, нам нужно на какие-то вот эти экстраординарные ситуации. Вот столько-то денег. Сейчас не до большой стройки, не до малой стройки. Сейчас не до инвестиционных проектов, потому что денег нет. Если кто-то самостоятельно, на уровне громады, на уровне бизнес-ассоциации, на уровне конкретных сетевых больших компаний будет заниматься привлечением инвестиций, слава, и мы приветствуем, и все. Но в данной ситуации режим входа на рынок должен быть не таким. Это опять-таки вопрос Национальному банку и правительству, что нужно проходить кучу согласований, бумажек. Это последнее место Украины по режиму ограничения платежного и капитального счетов является как раз ярким указанием на то, что нужно делать Украине для того, чтобы снизить эти барьеры, для того, чтобы украинцы, даже которые сегодня в Европе, в Америке, в Канаде, могли спокойно переводить сюда деньги и работать с минимальными издержками. Вот почему, например, я на этом этапе настаиваю на мультивалютности для Украины как режиме инновационном, который бы снижал эти самые регуляторные и транзакционные издержки. Я в последнее время достаточно часто встречаюсь с бизнесменами, предпринимателями, причем которые связаны с иностранными партнерами, и они мне говорят в один голос все, что наши партнеры одного кинули на столько миллионов долларов. Я нашел даже случай, который кинули на миллиарды долларов. Понимаете? И вот когда там есть какие-то случаи, которые просто вопиющие, это вопрос доверия. И доверие должно заключаться в том, что в этой ситуации не может быть сохраняться старая регуляторная система инстациональная, потому что ей, она уже обманула много-много людей. А нам нужно формировать этот самый ценный ресурс для Украины, доверие к органам власти, к государственной власти, которая уже больше никого никогда не будет обманывать, потому что она честно, она за свободу, она за не только там политическую, гражданскую свободу, но и за экономическую свободу, чего никогда не было в истории. И поэтому вот бюджет, фискальная политика, монетарная политика, они же не просто, когда мы говорим про экономическую свободу, они же не просто являются фигурой речи. Это те параметры, которые четко заложены, имеют оценку в индексе экономической свободы. Где лучшее, где худшее. Что делать для того, чтобы состояние худшее в мире пройти в состояние лучшее в мире. Опять, тут далеко ходить не нужно. В 2003 год Украина, Румыния находятся на одинаково плохом месте, там 105-110 в мире по индексу экономической свободы. Сегодня Румыния 19, а Украина 126. То есть, вот, пожалуйста, соседняя страна, где пришли ответственные элиты, которые сказали, все, ребята, нам надоело жить в этой коррупционной клоаке, нам нужно просто идти вперед, мы любим свою страну. И Румынию никто не нападал. Они решили, что, собственно, это правильное решение. И пошли вперед. Соседняя Молдова осталась в старой колее и осталась на уровне, в общем-то, недалеком от Украины. Украина до сих пор не выучила вот этот урок. И, я думаю, война, это то время, там очень серьезная дезрупция, когда многие решения, связанные вот с изменением качества экономической политики, должны проходить гораздо быстрее, потому что нету политического сопротивления старых сил. Сегодня нету таких олигархов, которые бы сказали, вот я не хочу, чтобы были плоские налоги, я не хочу отказа от НТС, я не хочу отказа от ТАНС, потому что я на этом деньги зарабатываю. Ну, как зарабатываешь? Все, заработал 31 год, хватит давать другое, потому что, если бы та система работала, тогда бы мы видели результаты, а результатов-то нет. Вот поэтому здесь вот то, что очень важно, время опять-таки, а уже мы проанализировали теоретические ошибки в экономической политике Украины до войны, и для того, чтобы перейти в новый режим, именно быстрого, долгосрочного экономического роста, нужно не с этой регуляторной, налоговой, таможенной системой идти, потому что вот, когда в головах, головах у полиси-мейкеров сидит, знаете, хотелки, вот я говорю, я всегда же исхожу из того, что одно дело, значит, желать доброго, хорошего, ну вот мы можем с вами, например, желать самого хорошего, там, например, нашим военным, но ни вы, ни я не являемся специалистами по химарсам, по танкам, по ракетам, ну просто мы, это не наше, да, поэтому мы полностью отдаем себя в руки нашим замечательным, доблестным воинам, говорит, друзья, Бог с вами, с вами наша поддержка, мы все сделаем для того, чтобы вы победили. В экономике и жук, и жаба, если я хожу на рынок, да, то я почему-то, ты можешь быть великолепным юристом, ты можешь быть великолепным управляющим, ты можешь более того, миллиардером, но одна из самых больших ошибок считать, что человек, который заработал деньги в бизнесе, может заработать деньги стране. Вот это та теоретическая ловушка, в которой, я полагаю, многие украинские правительства и парламенты уже попадали, поэтому, в конце концов, нужно это поменять на подход к профессионалам экономическую политику, а профессиональные экономисты это тоже отдельная категория, достаточно редкая, вот, и если взять на скидку, кто является специалистом по, не только монетарной политике, но и вообще транзиту от совка к свободному рынку, то таких специалистов, на самом деле, в мире очень-очень немного, можно сказать, мы их знаем, там чуть ли не в лицо, можно пересчитать их, и вот я, среди них, нету людей, которые бы были банкирами, нету людей, которые были бы там предпринимателями, это люди, которые всю жизнь изучают, занимаются экономической политикой, потому что это, ну, это их работа, грубо говоря, их хлеб. Ярослав, ну, и последний вопрос, конечно, как мы договаривались, у нас есть Андрей Иноземцева, он знает, что вы по-настоящему большой сторонник экономической школы МИЗОСа, и поэтому вопрос, связанный с этой школой. Какие критичные зауважения от представителей других экономических школ вы рассматриваете критично и не откидаете априори? Дуже дякую за пытание. Да, 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 это очень-очень важный вопрос. Знаете, авторитетская экономическая школа уже не появилась на ровном месте, да, как и любое другое научное знание, это является продолжением того, что было раньше. И поэтому, естественно, авторитетская экономическая школа зиждется на классической школе во многом, того же Адама Смита, Рикарда, вот, которые сделали большой вклад, до этого были схоласты, до этого были, там тот же Ричард Кантильон, известный французский человек, там человек, который ученый, ну не ученый, его назвать, а там мыслитель, да, который сделал там революционное предложение, Тюрго тот же, то есть много-много людей, которые это сделали, да. И, например, когда вот мы говорим там вместе с, когда Мизис в конце 1900-х годов, да, сделал свое революционное предложение по сути природе денег, это теория денег и кредита, вышла у него великолепная книга, да, вот, это же тоже было основано и каким-то образом было развитием количественной теории денег, которая до этого была, поэтому надо понимать, что это не является частью, знаете, вот на ровном месте мы строим совершенно новый дом, отвергая предыдущие вещи, конечно же, это было продолжением этих вещей, например, тот же Мизис и Хаек и многие другие представители из-за школы являются сторонниками того же подхода, вот, Адам Смит известен богатством народов, да, книжка такой великолепная, а есть у него другая, более, на мой взгляд, значимая книжка, теория моральных чувств, теория моральных чувств, она основана как раз на изучении природы и мотивации человека, и вот когда Мизис говорит о человеческой деятельности, да, он говорит именно об этом, что действующим человеком является именно индивид, не страна, не сектор, не homo economicus, то есть классическая школа была гораздо ближе к австрийской школе, чем потом не классическая школа, чем кинсианская школа, и, например, если вы удивитесь, например, отношение Маркса к деньгам, марксистов первых, там, было гораздо ближе к австрийцам, чем отношение многих институционалистов и кинсианцев, потому что там они тоже уважали золотой стандарт, считали, что это вот, значит, товарная природа денег, это то, что обеспечивает, значит, стабильность цены развития, ну, немножко не в той форме, но, тем не менее, вот такого отношения, как сегодня мы видим от современной денежной теории, да, это просто полная вакханалия шаманства, которое никакого отношения к теории, к науке о деньгах не имеет, поэтому здесь мы можем говорить про какие-то там, мы же не являемся там людьми, которые говорят, все остальные школы идиоты, а мы тут такие белые, на белых конях, просто, например, взять там теорию цен, да, вот, свободная цена, классическая школа, великолепно, да, институционалисты, или, например, взять там, помните, мы с вами обсуждали теорию прав собственности, великолепно мы, то есть, с точки зрения взять австрийской школы теории прав собственности, полное совпадение в том, что именно частная собственность является институтом, обеспечивающим оптимальное распределение ресурсов, да, то есть, мы берем, например, там, теорию транзакционных издержек, опять-таки, это тоже правда, очень много общего между бюрократией Мизиса, написанной в начале 20 века, и теории общественного выбора, то есть, public choice, теория общественного выбора, это целая школа, тот же Бюкеннон, вот, занимается этим, занимался, вот, великолепный вклад в то, как управлять, как система управления работает, тоже взять, например, там, проблему, которую, там, описывали сторонники неоинституционализма, а агент-принципал, да, то есть, когда вы делегируете полномочия по выполнению определенных полномочий какому-то другому людям, то есть, главный министерство, это госорган, да, он заказывает музыку, а создает государственные организации, это уже агент, да, и, естественно, здесь возникает вопрос, а как будет работать структура по выполнению заказа, там, значит, некого заказа заказчика, и Мизис об этом давным-давно говорил, еще, в своей теории интервенционизма, или, там, в теории социализма, то есть, это, на мой взгляд, австрийская школа вбирает в себя очень много того, что, как бы, разбросано по другим школам, но представляет это в наиболее системном виде, потому что, вот, если взять, например, от начала до конца, вот, взять теорию денег, теорию государства, теорию бизнес-цикла, теорию ценообразования, да, то в других школах этих опросов просто нету, это просто, вот, являются какими-то, они изучают какие-то отдельные фрагменты, ну, изучают очень глубоко, да, ну, например, современная там школа, бихеверийская экономика, нейроэкономика, вот, поведенческая экономика, вот, это вот, это все, знаете, изучая, оно не имеет, как бы, там, 80% той теоретической базы, которая необходима для того, чтобы сказать, что это школа, потому что направление, изучают отдельное направление, как монетаризм, да, вот, тот же Миттан Фридман, он же, с точки зрения теории денег, он был против австрийской школы экономической, да, и его очень жестко критиковал и Мизис, и многие другие австрийцы, потому что он попытался придумать формулу оптимального денежного предложения, что показало свою несостоятельность, но по остальным вопросам, он абсолютно полностью был сторонником свободы выбора, вот, что доказал в 80-х годах после получения Нобелевской премии, поэтому здесь я, как представитель австрийской экономической школы, я ищу сторонников в разных школах, но единственное, когда вот кто-то предлагает, как вот в новых, реинкарнации марксизма под рамками ООН, либо Всемирного экономического форума, обнулить институт частной собственности, например, или лишить компании, то есть отказаться от универсального принципа ответственности за принимаемые решения, то есть это уже, знаете, разрушение основ, и, конечно же, на разрушение основ ни один серьезный ученый пойти не может, поэтому когда вот американцы начали говорить о том, что компании, которые слишком большие, важны, чтобы обанкротиться, получали дотации и были спасены правительством, в том числе за счет денег национального банка, это вот ересь, от которой нужно отказываться, потому что чисто политическое, позитивистское решение, которое на самом деле является способом залезть в карманы бедных и распределенных по всей стране и переложить в карманы тех, которые близки к властям и тех, которые у нас называют олигархами, ну а на Западе называют так политически корректным сплавом too big, too important to fail. Ярослав, спасибо огромное, спасибо, что вы были сегодня с нами. Спасибо большое. Мы победим, вне зависимости от того, сколько количество ракет расширствующих выпустят в нашу замечательную страну. Да, это правда, это неоспоримый факт. Примем его априори. Да. Ярослав Романчук был сегодня с нами на связи, за что мы вам страшно благодарны и, конечно, признательны вам, наши спонсоры на платформе. И оставайтесь с вами. Это был Курлак ТВ, и мы продолжаем. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!